МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Мы продолжаем обсуждать главную новость прошлой недели, а именно отставку столичного градоначальника Дарина Киртуака. Он заявил, что его добровольная отставка – это протест против диктатуры, захватившей власть в Кишиневе. Отставка кишиневского мэра вызвала большой резонанс, говорится много, но главное из всего этого – заявление о том, что либералу давно следовало уйти. Более того, председатель фракции партии социалистов в муниципальном совете с столицей Иоанн Чабан заявил, что это единственное правильное решение Дарина Киртуака за последние 10 лет. И сегодня у нас в студии Иоанн Чабан. Здравствуйте! Добрый вечер! Как ваша фракция восприняла решение столичного градоначальника уйти в отставку? Оно было для вас неожиданным, ожидаемым? И как вы думаете, что за всем этим стоит? Во-первых, это было необходимым решением, причем не только для Дарина как такового, потому что данный фраер, извините за выражение, потому что то, что делал 10 лет, это издевательство над столицей. Должен понимать, что в том числе последние два мандата в должности примара не его исключительная заслуга. Мы говорили о многих нарушениях на выборах и так далее. То есть город от него должен избавиться один раз и навсегда. Я очень надеюсь, что это как бы безвозвратно. По крайней мере, я не вижу возможности для него, даже если он будет участвовать в выборах, потому что рейтинг ниже плинтуса, за все те беззакония, которые он делал. Ну и для горожан, потому что та ситуация, которая находится на сегодняшний день в городе, тоже она неприемлема. Мэра должны избирать, избирать должны его горожане, соответственно, со всей ответственностью отнестись к этому процессу. Поэтому мы очень рады, я повторю, что на самом деле это единственное, одно из немногих решений правильных, которые он за все свои 10 лет сделал. Мы к выборам готовы, готовы участвовать в них, даже если бы они состоялись в следующее воскресенье. Что характерно для нашей фракции, мы всегда работаем в режиме нон-стоп, поэтому для нас мы не ждем от выборов до выборов чего-то. Наши люди постоянно держат связь с жителями города. Вы знаете, потому что участвуйте практически на всех мероприятиях в качестве прессы. В понедельник это пресс-конференция, во вторник обычно совет, в среду презентация проекта, в четверг публичные дебаты. Можно добавить еще трансляции комиссии. Трансляции комиссии, да. Единственное, что мы как бы, одно из немногих решений, которые мы добились, но которые не имплементируются при Марии. И вот спасибо вам за то, что вы ведете вот эту трансляцию, потому что это очень важно. Горожане, которые интересуются жизнедеятельностью города, они должны знать из первых уст, что происходит, где происходит и как происходит. Если подытожить. Неожиданностью для нас это не может быть. Мы считаем, что так должно было произойти еще в июне, значит, прошлого года, когда ему было выдвинуто обвинение. Кстати, обвинение было выдвинуто по тем причинам, которые мы два года везде говорили о них. То есть, это этот вшивый контракт по парковкам. То есть, грубо говоря, это издевательство в миллиарды лей ежегодно, которое должно было быть с кармана каждого гражданина, кто хотел бы этим воспользоваться. Ну, в карманы вот этих двух аферистов. Киртак и его поддельника, одноклассника Гомрецкого. Ну, тогда такой вопрос есть. Позволите, что дальше? Что предусматривает процедура? Когда будут организованы досрочные выборы? Что предполагает закон? Ну, выборы, согласно законодательству, можно организовать два раза в год. Выборы уже назначены, потому что есть другие пять населенных пунктов, в которых нужно провести досрочные выборы по разным причинам. Где-то там ушел в отставку, где-то не может исполнять обязательства дальше. Значит, они назначены на 20 мая этого года. Ну, и следующий, как бы, в ноябре, ближе к парламентским. Как было с референдумом в прошлом году. Поэтому вся процедура предусматривает несколько очень четких вещей. А, это, значит, ЦИК сейчас должен определиться со всеми техническими моментами. Сроки по этим техническим моментам не позднее 21 марта. Есть, конечно, разные интерпретации, что там Совет должен принять эту отставку. Хотя, мы считаем, что юридическими проконсультировать в принципе нет. Но даже если Совет должен это принять, я не вижу проблем. То есть, если либералы честны в том, что они говорят искренне, а кажется, по крайней мере, что он не просто так подал в отставку. То есть, там есть понимание на уровне... То есть, они должны поддержать решение своего однопартийца. Нас 19 человек в Совете, их чуть меньше. Нужно 26, хватает полна, даже если все остальные каким-то образом будут препятствовать этому всему. То есть, до 21 марта все, собственно говоря, процедуры должны быть исполнены. Юридически, в первую очередь. Ну, и 21 марта старт кампании 20 мая. Это, грубо говоря, выборы. Демновыборы. Да. Ну, каждый раз вот на выборах столичного градоначальника оппоненты, представители партии вот левого, сегмент левого крыла, или оппоненты левых партий, как правило, включали такой режим геополитики. Пугали танками на Кишиневских улицах, пугали рукой Москвы, которая, не знаю, выворотит эти... Брусчатку, которой уже, наверное, ну и нет. Как вы думаете, прибегнут ли к такому сценарию ваши оппоненты? И, на ваш взгляд, когда геополитика все-таки уйдет из выборов простого завхоза, человека, который должен заниматься не политикой, а хозяйственной деятельностью? Ну, значит, да, было всякое разное. Я хочу сказать, что это одно из немногих заслуг, потому что он мог очень там нецензурно даже, были такие случаи на одних телеканалах, выражаться в адрес Российской Федерации, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот тем самым подыгрывая тем настроением, эмоциям, которые в обществе существуют у определенного... Круга людей, да. Круга людей, вот. И на этом, в том числе, то есть помимо махинаций на избирательном участке, значит, подыгрывал те настроения для того, чтобы победить. Кроме этого, ничего не было сделано. То есть, на самом деле, город обворовали со всех точек зрения, разрушили, вот, и тем немногочисленные проекты, которые, в том числе, удалось за последние годы сделать, они сделаны на кредитные деньги, двойная цена, румынские компании, я ничего не имею против румынских компаний, но их оттуда выгнали, а сюда, значит, запустили. Без, значит, открытых этих вот, тендеров, да, транспарентных, очень четких процессов, которые должны существовать. Будет ли? Да, будет, уверен. Уверен, что будет, потому что побеждать они по-другому не могут. Вот, вот, вся эта даже истерика на государственном уровне. Помимо того, чтобы понравиться там западным кураторам... Вы имеете в виду вот эти декларации за ланей? Демократическая партия, да, парламентское большинство, значит, помимо того, чтобы понравиться, значит, западным кураторам, действительно, они пытаются каким-то образом вот набить себе рейтинг в угоду нашим международным отношениям и в угоду, собственно говоря, бизнесу, который здесь работает, да, сельскохозяйственным. Смотрите, сегодня была выставка, на которую очень четко было сказано, что только за последнее время на 16% увеличилась поставка, значит, алкогольной продукции на рынке СНГ, первую очередь Российской Федерации. А общий в объеме, значит, она в два раза превышает, чем в любые другие страны мира и сообщества, так, Европейский Союз и так далее. То же самое происходит, вот вчера Анса опубликовала, значит, отчет о состоянии, там, по экспорту сельскохозяйственной продукции, 98%, к примеру, яблок, рекордные за все время существования, значит, после договоренности Владимира Владимировича с Игорем Михайловичем, в этом году ушел на рынок Российской Федерации, 98% всего, примерно 200 тысяч тонн. Но не сопоставимо с тем, что куда ушли остальные? Не то, что не сопоставимо, вообще, речь в этом смысле даже не может идти о каких-то соотношениях. И я почему об этом говорю, я хочу заострить. Очень важно понимать, что в этом направлении, как бы, сельскохозяйства, нашей традиционной продукции, задействована самая большая добавленная стоимость. Потому что, когда они там жонглируют, что вот, а вот наезд столько или столько, нужно понимать, что идет импорт, здесь дешевая рабочая сила и обратно экспорт. То есть, сырье, которое переработает, оно минимальное, да. А тут весь процесс от и до. Вот сборка урожая, значит, ухаживание за ним, а если это соки там или переработка или консервы, да, хранение и так далее, так далее. То есть, очень большой цикл. И добавленная стоимость очень велика, на самом деле. Так вот, в угоду вот этим всем отношениям с Российской Федерацией, значит, они готовы каким-то образом себя поднимать рейтинг. Это делает на сегодняшний день демократическая партия. Ну, понятно, еще раз говорю, что есть, скорее всего, указка западных обкомов, значит, давай против России, против России, против России. Но для страны это не является хорошо. И все это прекрасно понимают. Вот даже те, которые, ну, являются, там, ярыми, скажем, противными нормальных отношений с Россией, да. То есть, мы маленькая страна, мы должны дружить. Теперь скатываемся на уровень города. Я хочу подчеркнуть и еще раз об этом сказать, в том числе, тем гражданам, которые, ну, не являются сторонниками нашей партии социалистов или других, там, левых формирований, или вообще, там, не разделять наших мышлений, ценностей, идеологии, в конце концов. Люди должны понимать, что не Путин приходит здесь и дырки в дорогах делает, да, или ворует там на схемах в прямой взяточной, сплошной, которую они устроили за последние 10 лет. Ну, не Путин, значит, не ремонтирует или ответственный за то, что ремонт крыш, там, которые протекают. Российский президент строит на детских площадках и в парках. Вот, то есть, да, не строят незаконное строительство, но, естественно, они будут использовать эту карту. Я хочу отметить следующее, что фракция партии социалистов, вот, даже на одной очень такой веселой передаче, на которой я участвовал в понедельник, где тебе ничего не дают просто сказать, не потому, что, а потому, что такая редакционная политика, да, только говоришь по теме. Все, тебя прорывает, дальше не надо. Я, как бы, буду ходить на этот канал, вот, мне хватает того, что я их двоих улечил во лжи два раза, они это признали, вот, только ради этого уже стоит туда ходить, чтобы люди видели, на самом деле, как манипулируется общественное мнение. Поэтому, мы два с половиной года, вот сколько находимся в Совете, и еще раз, очень четко нужно разграничивать все полномочия, мы, наверное, остановимся, если вы мне позволите здесь чуть-чуть больше. За два с половиной года ни один наш советник в муниципальном Совете, ни на заседании комиссии, ни на заседании муниципального Совета, ни на публичных слушаниях, нигде, ни на конференции, не говорил о геополитике. Потому что в городе не надо говорить о геополитике. И мы можем иметь разные идеологические подходы, по-разному рассматривать будущие страны, несмотря на то, что мы считаем, что дружить надо со всеми. Но в городе нужно говорить о городском хозяйстве. Дороги, ЖКХ, транспорт, немногое другое, социалка. Поэтому можно сказать, что даже для того, чтобы не давать интерпретаций, мои коллеги знают, что в городе мы говорим о городе. И все предложения исходят исключительно из этого тезиса. Подходы, с моей точки зрения, ну и жители оценивают, достаточно профессиональные в этом смысле. Повторяю, вы видите, что каждый день, вчера мы говорили об электронном билете, позавчера мы говорили о доступном жилье, и на следующей неделе будет слушание по этому вопросу. Мы в разработке сейчас большой программы, муниципальной в этом смысле. О социалке и о многих вещах. О коррупции, конечно, потому что там все, чтобы было понятно. Я не знаю, почему сейчас эти кошки-мышки, а может быть, он там хочет еще под какие-то гарантии Дарина, как бы, с дядей Мишей договориться с демократами. Но его надо сажать. Его надо сажать за все то беззаконие, которое он сделал. И поверьте, статей очень много. Только в нашем иске по референдуму было представлено около 5000 страниц текста с очень четкими доказательствами о хищении, привлечении полномочия и так далее. Тем не менее, смотрите, Дарин Киртака, когда объявлял свои отставки. Давайте просто закончим на этом. Мы будем и впредь руководство исключительно повесткой городской. Поэтому я очень хотел бы, чтобы на этих выборах мы говорили о решениях для города. Они у нас есть. Видение о развитии города у нас тоже есть. Мы очень много сотрудничаем с разными институтами. Очень много ребят у нас учатся по разным направлениям, в том числе продолжают постуниверситетское образование. Мы достаточно профессионально подходим ко всем моментам. Я очень хотел бы обратить внимание граждан на то, что именно это должно оцениваться. А не кто будет кричать громче, где остановят русские танки или НАПО и так далее. Дарин Киртака, когда уже объявлял свои отставки, сказал о том, что он не исключает вариантов выдвижения себя или своего участия в предвыборной гонке в качестве кандидата на пост столичного мэра. То есть, есть, видимо, какие-то мечты о том, чтобы в четвертый раз сесть в это кресло. А есть шансы, на ваш взгляд, у либералов выдвинуть хоть какого-то нормального? Во-первых, логики я не вижу. Зачем тогда подавать в отставку? У нас себя как бы... Ты все равно под следствием. Что так под следствием, что так под следствием. Но отстранят второй раз. Их не закончится следствие. Это А. Я бы хотел, чтобы он участвовал. Я очень хочу, чтобы наши представители, кто конкретно будет заниматься избирательной кампанией, задали ему ряд вопросов. Потому что он никуда не ходит вместе с нашим. Потому что ему в лоб ставишь вопрос конкретный. И он начинает... Ну, максимум, что может придумать, это про Унирию, про Путин, танки и так далее. Конкретно ни на что не отвечает. Всегда уходит. Поэтому я очень бы хотел, чтобы он узнал свой настоящий рейтинг. Я думаю, что больше трех процентов он не наберет, даже если будет участвовать. Поэтому, пожалуйста, давайте дарим. И я приглашаю. Причем посредством вашей передачи, пожалуйста, приглашаю на любую площадку еще поговорить о выборах. И не только, о городе в целом. Мы обязательно адресуем это приглашение. Адресуйте. Чтобы здесь, в одной из наших программ, можно было встретиться. Адресуйте это приглашение. Потому что даже на прошлой пресс-конференции набрал сегодня один блогер. Опубликовал. Ну, нету таких случаев, где ты под следствием, а тебя в стране. Есть он. Мэр Таллина. Есть другие. Врунишка. Врунишка, Плакса. Ну, так, это все. Сурпризы, сюрпризы. Все вместе. Я вообще, если честно, мне как-то даже обидно. То же самое сейчас как раз подумалось. Насколько обидно за город. Да, за город. Потому что, ну, как можно... Ладно, первый раз обманул. Ну, ладно. Ну, второй, третий раз. Если бы мы не в студии, я бы вам рассказал бы анекдот, который очень смешной на эту тему. Про семейную жизнь, когда три раза ловят. Вот и... Бывает. Мы в эфире. Бывает. Да. Партия социалистов уже говорила о том, что... Или заявляла о том, что идеально было бы, конечно, провести или синхронизировать вместе с местными выборами, выборами столичного мэра, например, провести и внеочередные парламентские выборы. Насколько реален этот сценарий, на ваш взгляд? Ну, сценарий, конечно, возможен. Ну, давайте мы отойдем сначала от желания. Гнать в шею, как бы, сегодняшний парламент вместе с правительством нужно. Это нужно очень четко понимать. Вот. Потому что и этого мы добиваемся с 2014 года. Если любая такая возможность будет, то мы ею, конечно, воспользуемся. Такая возможность может быть законодательна. В одном из случаев это когда отставка премьера. Ну, я думаю, что демократы на это не готовы. Ну, конечно, народ ждет досрочных парламентских выборов. Нужно переконфигурировать эту власть полноценно и начинать развивать страну. И это возможно. Если это было бы возможно 20 мая, это было, конечно, бы хорошо. С другой точки зрения, в том числе, чтобы не тратиться два раза на выборы. Вот. Поэтому, конечно, если бы они были, возможно, это было бы замечательно. Со всех, которые. И для народа нормально, потому что деньги из бюджета. Но я думаю, что демократы не пойдут. Не пойдут, потому что, ну, раз, не готовы, два, они там, что-то рассчитывают еще забаламутить кого-то. И треть, надо еще какие-то подлянки в сторону России в этом году. Хотя, если бы... То есть, еще лимит не вышел. Ну, я очень надеюсь, что они что-то там отрулили обратно после этой встречи министра иностранных дел с Лавровым. Да, еще очень так странно, насколько уровень он разный. После всех этих выпадок моська на слона, да. С какими глазами вообще можно было стоять перед российским министром. И все-таки он мог даже не встретиться, а встретился, поговорил. Человек образованный. И независимый. И он говорит о том, что вот 10 лет либеральной власти в Молдавской столице, в нашем главном городе, были годами системного разрушения, разрушения инфраструктуры. Всего этого, отъема, будем говорить, жилых, не жилых, земель, парковых зон. Этого мало. Кишинев, по сути, пережил, будем говорить, крупномасштабный, вот как мы часто журналисты пишем, крупномасштабный грабеж. Грабеж всего. Территорий, детских площадок, жизненного пространства кишиневцев, прежде всего. Но и главное времени, которое не вернуть. Вот за эти 10 лет, никто 10 лет нам обратно не вернет и не скажет. Начните сначала. Да, вы ошиблись, выбрали не того мэра, слушали не те речи, занимались почему-то политиками, вместо того, чтобы заниматься столицей, городом, ее состоянием. И я почему-то убежден, что сегодня кишиневцы, настоящие, истинные кишиневцы, люди, которые годами здесь, кто родился и вырос, кто с этим городом связывает свое прошлое, будущее, прежде всего, конечно же. Вот кишиневцы жаждут мести, жаждут реванша. Вообще, это возможно, чтобы в управление города пришли политики, общественники, люди, кишиневцы, которые занимались бы градостроительными проектами, улучшением инфраструктуры, транспортными проблемами. Вот в связи с этим, каковы, сразу такой второй вопрос, каковы планы и проекты фракции партии социалистов на этот год, который, в общем-то, уже, скажем так, начнет отсчет с 20 мая? Ну, мы говорим уже как о выборах прошедших. Ну, пока не будем забегать далеко вперед, но будем говорить о фракции. Не заглядывать вперед, у нас очень много наперстничков, да? Да, да, есть такие махинаторы. Махинаторы во власти. Хотя я думаю, что будет им сложно каким-то образом не организовывать эти выборы, потому что прессинг будет со всех сторон, из левого и справого, и я даже думаю, что их друзья, европейцы и американцы не позволят им эту историю осуществить. Но не исключаю, что каким-то образом, чуть-чуть там высосано из пальца, Конституционный суд опять выйдет, эти реверансы, что выборы могут не состояться. Но я думаю, что мы все-таки добьемся, чтобы эти выборы были. Ну, уверен, скажем так, 99,9%. Это первое. Потому что у них могут быть потом проблемы очень серьезные с выборами уже парламентским. Поэтому проводить надо будет. Это первое. Второе. Обидно, когда мы говорили за город, обидно, учитывая, в сравнении брать. Мы можем недалеко ходить. Я вот, когда был заместителем министра в 2006-2007 году образования молодежи и спорта, заключал договора по этим управлениям, с Азербайджаном, к примеру. Был тогда в Баку. В этом году были с президентом в рамках визита. Посетили в Баку. После 9-го года я там не был. Ну, просто небо и земля. Настолько развитый город. Понятно, у них есть средства другие. Но оппоненты вам тоже возразят нефть. Средства другие. И так далее. Но надо понимать, что есть желание. Не сносить парк и построить... Очередное жилое здание. Да, нецензурно не получится. Скворечник, скажите. Да, скворечник. А 15 километров, к примеру, набережная полностью ее возродить. Над которой леет государственный флаг. И так далее. Весь центр обновить. Все фасады. Ни в коем случае. То есть в историческом центре. То есть там есть исторические здания. Ничего такого глупого не строить. Да, не сносить никому. Все в реабилитации. Хорошо. Нет нефти. Едем в Минск. Вот я прям настаиваю, чтобы коллеги, журналисты правого толка. Есть еще некоторые, которые гнали, там, Советский Союз, СНГ и так далее. Поехали как-то в Минск. У нас есть межправительственные договора. Троллейбусы, автобусы, не исключаю, что могут быть настолько чистый город, настолько красивый город, настолько обустроенный город. Я уже не говорю о социалке, о многих других вещах. То есть фору дает абсолютно очень многим. Но чтобы не ходить дальше или далеко, перейдите дорогу в Ясы, через пруд. Посмотрите на состояние Ясы. Я по-разному отношусь к руководству, собственно говоря, города, там, за их высказывание, за мной. Но они им управляют. А тут просто не было управления. Чтобы было понятно, значит, этот вундеркинд, в кавычках, значит, он понятия не имел, сколько у него еще в этом году, сколько в подчинении муниципальных предприятий. Он понятия не имел. За 10 лет можно было изучать. То, что они обанкротили там уже 24 из 62, это с его участием. И то, что остальные все на грани банкротства, он не знал, сколько у него управления. Не знал, вот спросите его где-то на передаче, он понятия не имеет. Фрейру, который приходил в понедельник, если приходил за последний год перед референдумом, он всего, мы насчитали, был 9 раз. С избрания момента 9 или 11 раз, у нас есть точная цифра. То есть, как ты хочешь управить. На места, значит, руководящих должностей везде поставил своих каких-то там родственников или, ну, как минимум, одноклассников и этих ребят из либеральной партии, которые с мусорки его взяли и поставили руководить предприятием в целом городским. Это второе. То есть, абсолютный хаос в управлении. Никакого планирования. Бюджеты. Вот, мы настояли в этом году. Ну, как, можно же, да? Полгода наши коллеги работали, 1284, работали другие фракции. То есть, свистеть о том, что тебе социалисты мешали, ну, невозможно, да? Вот мы не признаем человека, который сегодня установлен в это кресло. Слава Богу, хватает человека не приходить на заседание в муниципальный совет. Но не вмешалось. И бюджет приняли. Со всеми необходимыми и так далее, в том числе с целевыми программами. Да? То есть, можно? А почему он принимал в июне, знаете? И социалисты были виноваты. Потому что своей ручкой он менял то, что являются муниципальные деньги. Все налоги, которые пошли, до Рингертуаков, так. Завтра туда, своему другу Гомрецкому, 800 миллионов. 800 миллионов в год на дороге. Представьте себе. Сколько стоит дорога, знаете? Ну, миллион, мне кажется. Кто-то сказал, средняя цифра, миллион на один километр. Миллион евро. Миллион евро. Это 20 миллионов лей. Значит, поделите 800 на 20 тысяч. На 20 миллионов. Можно было построить порядка, ну, не знаю, там. 40 километров дороги. Да, 40. 40 километров дороги ежегодно. Так за 10 лет это сколько? Ну, мне кажется, в городе бы не осталось ни одной. 400 км. Не отремонтировано. Вы представляете, да? Где деньги? Где деньги? Самый популярный вопрос, кстати, на автомобилях. Знаете, я плачу налоги. Дарина, где дороги? Да, да, да. Где дороги? Теперь дальше. Теперь дальше. Значит, элементарные вещи. Госзакупки. Вот на сегодняшний день мои коллеги занимаются, Витя Поляков. И мы доказали, мы уже третий год предлагаем перейти на электронные госзакупки. Без этого вот под столом. Мы вообще за полную автоматизацию при Марии. Наши проекты на сегодняшний день, это то, что человеческая волосатая рука, чтобы не участвовала в процессе. Тебе нужна авторизация. Раз, два, три, четыре, ты зашел на сайт, шлеп, документы все в порядке, получил, пришел через определенное количество времени. Нужно быстрее заплатить чуть больше. Как везде во всем мире, да, там паспорт есть за три, да. И ходишь бесплатно, в течение тридцати дней, жди. А люди ходят по два, по три года. Вот мы сейчас копошимся в этих всех документах. Это просто какой-то ужас ходячий. А это принцип одиннадцати касаний был. Значит, надо зайти в одиннадцать кабинетов и оставить... Одиннадцать конвертов. Одиннадцать конвертов. Не понравился, все. Это дырда с этими всеми своими площадками. Сколько проблем создали там строительным компаниям, да, потому что под себе. И многие вот такие вот вещи, да, электронные. Мы до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, чтобы было понятно, мы проголосовали в апреле, по-моему, или система была установлена в марте прошлого года. Система, значит, электронного голосования до сих пор не работает. До сих пор не работает. Это страх перед очевидностью? Конечно. Почему? Потому что объясню. Их семнадцать в зале. Семнадцать в зале. Они говорят, что их двадцать пять. Камеры же не могут каждого снимать, да. То есть снимают общие планы в зале. Мы говорим, нельзя проводить или можно проводить данный вопрос. Не хватает голосов. Поэтому, потому что украсть так проще. Комиссии. Вот мы уже ведем. И на комиссии, я хочу сказать, что мы на множествах уже просто остановили этот беспредел, эту коррупционную составляющую, беззаконник. Эти двое модераторов на той передаче меня спрашивали. Мы посчитали, да. Более двух тысяч трех ста обращений, которые мы можем презентовать. Прокуратура. Национальный антикоррупционный центр. Со вскрытием махинаций, схем и так далее. Молчали. Молчали, потому что были в связке с этим товарищем. ГИМПУ там рулил. Теперь ГИМПУ немного отстранили. Я не знаю тоже, насколько. И начало взрываться все. А мы-то об этом говорим уже большое количество времени. Там надо больше половины аппарата сажать. Конечно, есть нормальные сотрудники, есть хорошие сотрудники. Особенно молодые, которые пришли недавно, год-полтора года, которых не удалось испортить системе. Или еще те люди, которые советские закалки. Очень много хороших специалистов на самом деле. Поэтому не всех под гребенка. А вот то, что либеральная партия привела, это просто катастрофа. Но об этом мы говорили очень часто. Поэтому я думаю, что... Теперь что делать? Приоритеты. Я хочу сказать еще раз повторить, что 95% социальной политики, которая на сегодняшний день оказывается муниципалитетом, это результат наших предложений. Потому что тоже мне не дали сказать, а где законченность? Законченность простая. Если мы говорим о компенсациях на мусор, тепло, воду, вот сейчас должен был быть перерасчет. Три с половиной месяца мы дрались с ними, пока не выгнали одного. Пока не поставили ЖЭКи к стенке, которые они хотели передавать одни материалы, потом притуры. То есть полный бардак. Этот якобы нету его, а он еще руководит всеми этими процессами. Вот вытащили списки, отдали. Людям должны уже были получить счета с перерасчетом. Для кого-то это много, для кого-то мало. Мы считаем, что тарифы и так завышены. Но у муниципалитета забрали эту прерогативу, отдали АНРЭ. И там есть некоторые нюансы. Потому что, ну как, газ должен в два раза стоить дешевле, потому что он подешевел. Ну да. Да, то есть, это тем, кто критиковал договор госпожи Гречан. Три года назад он стоил 400 практически долларов за тысячу кубометров. Сейчас эта цена, ну, варьирует, там, с учетом, да, 170, 180, 190. Но это в два раза дешевле. А цена для конечного потребителя не снизилась. Причем я хочу сказать, что Игорь Николаевич пытался договориться, ну, по крайней мере, выпросил еще дополнительную скидку в целом, 10-15%. Ну и мы говорим, что цену нужно снижать в два раза как минимум. А что это значит? Это значит, что гикокалория дешевле. Что другие услуги тоже должны быть дешевле. То есть, на сегодняшний день тарифы, они являются грабительскими и абсолютно неподъемными для большинства населения. Ну, а для тех, которые социально уязвимы, пенсионеры, многодетные семьи и так далее, это еще сложнее. Вот 40% погашения этой компенсации, мы увеличили доход, и это инициатива исключительно нашей фракции, до 3000 лев. И это, соответственно, позволило практически увеличить вдвое количество получателей этих компенсаций. То есть, если у тебя доход на член семьи до 3000 был, сначала 1400, потом 1500, в прошлом году мы увеличивали до 2, потом позапрошлом и так далее. Сегодня уже 3. И это исключительно наша инициатива. Увеличение, ну, опять же, то есть, этим не должен заниматься муниципалитет, но мы понимаем, что если мы хотим в детские сады отправлять детей, и чтобы те люди, которые там относились к своей работе, хорошо, хотя я очень серьезно снимаю шляпу перед каждым воспитателем, перед каждой нянечкой за ту работу, которую они делают, за ту мизерную зарплату, которую они, к сожалению, получают. То есть, это должно быть на уровне парламента, закон. О! Когда была эта ситуация с поварами, мы предложили проект увеличения доплаты в 50%. Да, это немного, но это вперед. И сейчас этим пользуются практически все работники детских садов. Это тоже очень много денег. Слуховые аппараты, тонометры. Очень много, что касается людей с ограниченными ответственностями, начиная от лифтов для больниц и так далее, пандусов, многие другие вещи, которые не делались, которые блокировались. Мы, нам получилось выбить. И я могу бесконечно говорить об этих инициативах. Вот я прям, вот, господина Кульминского, когда он в следующий раз будет говорить то, что он говорил на другом телеканале, где мы с ним встретились, если вы нам создадите такую возможность, конкретно поговорить, да? Он обещал тоже, что он придет в нашу студию буквально на следующей неделе, в среду. Автоматизация процессов работы при Марине. Полностью. Камеры везде, повсюду, чтобы не воровали. Электронное голосование. Электронный билет для экономии денег. Электронный билет для экономии денег. Очень четкие госзакупки. Электронная госзакупка, я вам говорил. Мы довели на первом этапе определенные суммы для мелких и уже экономия. То есть на миллионе около 20% сэкономлено. Представляете себе? Как раз ваши коллеги говорили об этих цифрах в этой же студии. И мы идем дальше. И вот этим должны люди заниматься. Транспорт. Честно говоря, не о сборке, а о покупке. На прошлой неделе мы поссорились в муниципальном соедине. Потому что мы считаем, что должна быть и сборка возможностей, и покупка автобусов. Чтобы не получалось, как у нас, кстати, тоже мы вскрыли эту схему. Здесь автобусов должны были купить в прошлом году. Знаете, почему не купили? Почему? Потому что румынская контора просто обманула. Во-первых, поставки у них были за день. Во-вторых, расход топлива был написан не тот, который был. Что самое смешное в этом смысле, что, к примеру, выиграли белорусы, а далее румынский комбайн. Но самое смешное, это то, что сотни автобусов на сегодняшний день сами румыны закупают в Беларуси. А нам решили поставить свои. Еще раз повторяю, ничего не имею против. Есть очень много хорошей продукции в Румынии. Но тендера должны быть очень транспарентными. Мы предлагаем в том числе сборку. Учитывая то, что создание совместных предприятий это дополнительные рабочие места. Это возможность экспортировать собственные продукты через определенное количество лет. И опять же, наступление в налогах. И что интересно, еще другое, что это сервисное обслуживание того парка, который есть у тебя. И то, что можно делать, например, в соседней Румынии, Болгарии, Сербии и так далее. Я думаю, что мы договоримся. Завтра у нас бюро постоянное. И именно таким образом и поступим. И много-много других вопросов. Начиная с ЖКХ, целевые программы. Исключительно наш подход. Вот почему они там смеялись, садичи, где-то 34, да какая разница, сколько там лайков. Люди отправляют. Мы живые, мы можем показать, что в нашем дворе мы хотим площадку. Да, наши коллеги после этого идут, говорят, вот такой-то запрос. Но запрос есть и с другой стороны. Пусть этот запрос будет оформлен, к примеру, списочным характером. Дайте, пожалуйста, двор такой-то. Соберите подписи, потому что мы не можем в этом году, к примеру, обеспечить везде, где есть заявки. Заявок очень много. Их сотни. Домов будет благоустроено 300. В этом году мы вышли с инициативой, помимо президента на национальном уровне вышел, с постройкой 100 комплексов. Но мы хотим спортивные площадки, турники, параллели. Надо продвигать здоровый образ жизни. И это возможно. Как минимум 100 дворов мы думаем оборудовать в рамках этих целевых программ. Освещение, благоустройство и так далее. Теперь я хочу, чтобы было бы очень понятно о разграничении. Потому что очень часто Дарин как делал? Пусть возьмет чабан и пойдет лопатой убирает снег. Были проблемы со льдом. Еще много людей пострадало. Пока не возьмешь за жабра этого начальника транспортного цеха, как принимается, скажешь, слушай, завтра уволим. Был понятно, если не решишь этого, начинают решить. Уборка снега. Вот сейчас был снег на прошлой неделе. Значит, по 4 машины. Если не будут убираться, комиссия ЖКХ. Если не будут убираться, уволим. Пока есть такое понимание, за исключением либералов, которые держатся за каждого своего. И что самое интересное? В лимите той снегоуборочной техники, которая есть, удалось убрать. Так в чем проблема? Проблема в том, что раньше просто не выходили. Он вставал в 12 часов дня. Да, то есть списывались, смотрите, горючий смазочный материал, списывались какие-то ресурсы. То есть списывались вместе с стоящим снегом, получается? На сегодняшний день, конечно, списывали. Воровали просто. Схемы везде абсолютно. Их вскрывать, их вскрывать. Там уволят каждого. И уволим. Раньше или позже уволим. Так вот, еще один маленький нюанс. Совет. Потому что, что вы там делаете? То есть, наши коллеги каждый понедельник встречаются с горожанами. Каждый. То есть, если нас 19, за один понедельник, и графики есть, и не только в понедельник, мы в течение недели тоже принимаем. В секторах, в примарии, в пригородах. В течение недели это где-то обработано 300 заявок. Пять, восемь человек в день, если два дня приемных. Так далее. Это наши советники. Точечно обращаются. Мы пытаемся решить проблему. Я говорил, что конкретных только через сайт петиции МД, то есть это без встреч, вот тет-а-тет, прием граждан, выходные. Обработано за последние два с половиной года более 11 тысяч петиций. Никто, ни одна партия. Вот выходят все эти Майя Санду, Андрей Настасов всякие. Он, кстати, тоже заявлял насчет президентуры. Откуда деньги? Ты закрыла 200 школ. И какая у тебя вообще моральная права? Вон, иди, смотри, лицей, реал. 15 метров от Штефана Великого. Ваша работа. Единственная обсерватория такого типа, бывший дворец пионеров, просто разрушили. Разрушили. Какое-то вообще моральное право. Когда люди пришли, и вместо того, чтобы воровать, искать бюджетные деньги, строят, ни одного предложения. Ни одного предложения. Вообще просто ни одного. Вот скажите мне, что-то они там с мусорками на прошлой неделе, хотя я вообще не понимаю морального права после того, как сказали, сидите дома на референдуме. Какое их вообще? В том числе, что-то предлагать, критиковать. Так вот. Советники – это законодательный орган. Они принимают, голосуют. И то, многие вещи, мы сейчас пытаемся, к примеру, что касается земельных вопросов, аренды, спихнуть на электронные аукционы, чтобы не голосовали советники. Чтобы исключить личностные факты. Да, многие там для этого. Советник может предлагать, вот как законопроект, примерно, да. То же самое, проекты решений. Стратегическое. Но он и мониторинг вести, как используются деньги. Так вот, наши советники в этом году предложили 1284 предложения. В том, в 17-м, на 18-м. И сейчас мы ведем, начинают этих целевых программ, о которых я говорю, ведем мониторинг, вплоть до, как будет осуществлено освещение, там, Долина Рос или многие другие вещи. А исполнительная власть этим должна заниматься. Она должна исполнять. Поэтому, когда Кирптуар говорит, возьми иди, он должен знать, как и вся исполнительная власть, которая есть, что их тысячи на сегодняшний день, до разного рода чиновников, которые должны работать. А законодатель, их 51. Он представляет интерес. Он должен поднимать вопрос. Увлечать в коррупции. Мониторинг. Но мы не останавливаемся даже на этом. То есть, мы больше и больше, больше и больше. Мы предлагаем. Мы ведем мониторинг. Мы даем по рукам. Мы пытаемся вовлечься во все процессы, которые существуют, для того, чтобы улучшить каким-то образом. И еще один маленький момент, когда нас спрашивают, а как вы там себя ведете. Нужно учитывать, что у нас 19 человек из 51. То есть, мы в оппозиции. Но мы пытаемся выстроить таким образом все вещи, чтобы максимально помочь людям. Причем, независимо от того, за кого они голосовали. Потому что, в том числе, наше предложение по пригородам о выделении 3 миллиона. Потому что, если надо закончить школу, надо закончить школу. Не потому, что... У этого же как подход был? Вот там в секторе голосовали за социалистов не дадим. Почему здесь это? Все дети ходят в школу, детский сад, больницу. Все мы пользуемся общественными благами. Дорога, парк. Все. Независимо от цвета голоса. Ион, наша финальная часть программы, она, так сказать, оказалась неожиданным продолжением того веселого телеэфира, который вы упомянули. То есть, у вас сейчас предоставилась такая возможность досказать то, что не удалось сказать там. И я хочу отметить, что вот в социальных сетях, когда вы объявили о том, что будете участвовать в нашей программе, состоялась достаточно живая полемика с различными просьбами, предложениями, обсудите и то, обсудите это. Все обсудить мы не сможем. Но, допустим, я бы остановил ваше внимание вот на нескольких из, ну, допустим, просьб. Отчитайтесь как гаранты стройки дома перед парком афганцев. Как там обстановка? Что было сделано? Чтобы обвал фундамента соседних зданий уже больше не повторился. Ну, это очень много технической, как бы, части. Естественно, это тем коллегам, которые занимаются проектной документацией и так далее. Я думаю, что легче всего строителя этого пригласить. Что там в конечном итоге было? Документы были в норму приведены. Это раз. Там было как минимум два больших публичных слушаний. Собрание со всеми жильцами всех прилегающих домов. Это было в приторе Рыжкяновки. Очень много других мероприятий. Они сошлись на том, что внизу, в парке, будет построена большая детская площадка, проведено освещение. Часть обязательств, то есть большая часть обязательств перед горожанами была сделана. Что не доделано, мы попытались вовлечься со стороны комиссии ЖКХ, муниципальных советников, и доделать. Я хочу, чтобы было очень четко и очень понятно. К сожалению, наши действия могут быть противодействием столько времени, сколько есть загвоздки юридического характера. Документы неправильные. Не соответствуют, не договорились с жильцами. Какие-то другие вещи. То есть там целая норма. 20 шагов, как оценивать всю эту историю. Момент, когда все эти вещи приведены в порядок, а к большому сожалению приводятся в порядок, в том числе посредством судебных инстанций. Вот Алба-Юлия, 24-6. Там документ приведен уже. Есть решение высшей судебной палаты. Если я туда пошлю депутатов и советников снимать забору, их просто посадят советников. Почему Майлогут или кто-то там другой, который на нас смотрит, сейчас не хочет сама снимать забору? Понимаете? Потому что ответственность. Когда есть определенного рода нарушения, очень четкие, наши депутаты это делали неоднократно. Учитывая то, что застройщик не следовал тем действиям, давал прекращение работы и так далее. Но большинство служащих через полгода, через 9 месяцев, год документы приводились в порядок. Я не исключаю коррупционные составляющие как таковое. Потому что если сегодня вы попросите у этого застройщика, у него документы есть. Поэтому на определенном этапе мы говорили о том, что очень было бы правильно, чтобы со стороны застройщиков была социальная какая-то составляющая. Например, Мирон Костин. Большая детская площадка, благоустройство палока и так далее. Что очень важно. Мы сейчас, помимо всех моментов, один из приоритетов, о которых вы говорили, это градостроительный план, который практически отсутствует, и никто не руководствуется. Администрация Кирпак и эти имеют... Нет четких норм, правил. Сейчас еще нужно... Зональные планы и так далее. Большие коррективы вносить из-за новостроения. Все это нужно приводить в порядок. Нужно собрать всех застройщиков. Город нужно разбирать не внутрь, при дворовых или дворовых территориях, а на выход строить. И тут должны быть очень четкие понимания. Знаете, почему они лезут на эти детские площадки? Потому что там есть все коммуникации. Ему не нужно сейчас стянуть воду, свет. Дешевле. Квартиру продают в нормальном, с его точки зрения, месте. А все эти издержки... Как бы... Да, принесет город. Да. Поэтому я считаю, что должны быть четкие правила. Мы над этим работаем. Слава богу, мы решили вопрос по зеленым насаждениям. Принят регламент. Но это надо еще законодательно укреплять. Наши коллеги предложили проекты в парламенте в этом направлении. Но еще раз, надо менять власть, для того, чтобы полностью приступить к этому всему. И наказывать. Я думаю, что правильно было бы просто такому какому-то застройщику. Но это должна быть администрация. Принятур на сегодняшний день имеет все прерогативы для этих вещей. Это надо спрашивать, что будем. Обращался, я и Одинцов обращался, и Динарика ЖКР в нашем. Отказано. Отказано. При остановке авторизации строительства. Отказано, потому что каких-то решений у высшей судебной палаты. Иван, последний вопрос. Времени осталось совсем мало. Опять же, из этой полемики, которая развернула соцсети, там вопрос касался строительства, точнее, ремонта госрезиденции президента. И говорилось разное. Например, может быть, стоит уменьшить затраты на президентуру, отремонтировать цирк. Это тоже символ нашего города. Кто-то ему говорил, что цирк должны ремонтировать демократы-либералы, потому что им там выступать. Кто-то говорил, что вот личный сторонник, чтобы на свою часть соучастия в погроме разграбления имущества этого учреждения, обязаны взять на себя непосредственно участники разграбления и личности их идентифицированным материалом видеосъемок. И показано, что народ знает своих героев. Ну, антигероев. Даже указаны фамилии этих людей, включая там некоторые журналисты. Вот ваш ответ на эту полемику. Вы знаете, к сожалению, до сегодняшнего дня никто не дал четкий ответ по вопросу 7 апреля. Кто, каким образом. Но я думаю, невозможно было, потому что те люди, которые его устраивали, сегодня еще часть из них у руля. И я не боюсь этого заявления, чтобы было понятно. Да, потому что организовывали, выводили людей, ЛДПМ, ЛП, ДП и многие другие. Хотя, не помню. Наверное, все они участвовали в этой всей истории. И с ней должен быть ответ. Теперь дальше. Значит, очень важно. Здание президентуры это государственный символ. Его нужно реставрировать. И то, что человек, президент в этом смысле, привлек деньги извне, а не из бюджета, хотя бы было бы правильно. А взыскать с бенефициаров этой всей истории. А деньги из бюджета должны уходить на школу, больницу и так далее. В течение 7 месяцев будет новое здание президентуры. Это символ государственности. Государство. И это нужно делать. Мы думаем, что найдем деньги в дальнейшем и на ремонт цирка. Сейчас президент договорился по обустройству этих больших комплексов спортивных. Думаем насчет большого комплекса после его визита в Дубай. Я думаю, что он сам заявит об этом в ближайшее время. ищем. Ищем деньги для всего. Цирк тоже нужно составлять. Потому что монумент зданий, аналогов практически нет. Знаете, что в топе. Это большой подарок от нашего советского прошлого. В топе как видение архитектуры к сожалению было в такое упущение приведено. Давайте подытожим. Выборы 20 мая. Мы в них будем участвовать. Мы в них победим. Все. Ждем, когда объявят избирательную кампанию. Мы будем следить внимательно, как пресса, участвовать в этих процессах и отслеживать максимально честно то, что будет происходить. Потому что в принципе, как мы всегда говорим своим зрителям, мы работаем для вас. Это в общем-то наше призвание. И он, спасибо за этот разговор. Я думаю, что многим зрителям было интересно послушать именно вас. Потому что будем говорить так, что сегодняшняя программа вышла, состоялась как достаточно подробный отчет о деятельности. Ну не подробный. Если бы подробный, мы взяли бы по каждой инициативе. Нам бы не хватило времени. Да, границы телеэфира не позволяют. Таких вещей. Но мы тем не менее, каждую неделю встречаемся в этой студии с вашими коллегами в том числе. Говорим, недавно был разговор об электронной площадке по госзакупкам и о транспорте говорилось очень много и подробно. И есть отклик зрителей и нам это очень приятно. Будем с удовольствием вас ждать в нашей студии, неоднократно приглашать. И надеемся, может быть, в следующую среду у нас состоится такая встреча с, допустим, с кем-либо из ваших оппонентов. Посмотрим, как они отзовутся на предложение. Будь то Дарин Киртуак или, может быть, тоже Курминский. Мы оппонентов никогда не боялись, не боимся и бояться не будем. И будем доказывать свою правоту конкретными аргументами, а не попытками перебивать, постоянно не давать договоров. Я старался вас не перебивать, но не всегда получалось. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был председатель муниципальной фракции партии социалистов Республики Молдова Иоанн Чебан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин